Фестиваль Марийской культуры собрал по традиции лучшие коллективы Краснокамского района. Гости праздника могли увидеть выставку национальных костюмов. В фойе сельского дома культуры Никольского были представлены предметы одежды, которые имеют многовековую историю. Здесь работал и местный историк моды. Надо сказать, что марийская женщина очень любила украшения. Выполнялись эти работы вручную, как уже было сказано. И главным образом все предметы одежды носили сакральное значение. Все они должны были оберегать и защищать здоровье женщины. Марийский костюм отражает мировоззрение одного из многочисленных финно-угорских народов. Он состоит из многих элементов и привлекает внимание зрителей своей красотой. Ведь украшали платья, головные упоры, рукодельницы вручную, используя бисер, монеты, ленты. Начальник отдела культуры района в своем приветствии отметила, что эти костюмы в скором времени увидят за пределами республики. Буквально сейчас, в конце ноября, будет проходить семинар финно-угорских костюмов и культуры финно-угорских народов, где Краснокамский район приглашен в качестве презентации старинного национального костюма Марии. И вот мы уже начали подготовку. И, естественно, то, что мы сегодня видели на нашей выставке, которую нам сегодня представили, вот эти костюмы, они будут у нас, значит, мы будем проводить презентацию этих костюмов на данном семинале. Сами шьют себе костюмы и участницы коллектива «Йоген Вуд» из Иллистанбетова. И неудивительно, ведь в ансамбле, который исполняет народные марийские песни, собрались представительницы старшего поколения. Их возраст от 55 до 65 лет. У нас деревня маленькая, но у нас сердце душевное такое. Мы с радостью входим в клуб. У нас в коллективе фольклорном, который называется «Йоген Вуд», 13 участников. И все мы старшее поколение. В этом году мы участвовали на фестивале «Старшие поколения». И мы по республике Башкортостан заняли второе место. У меня девушки очень красивые, очень любят и работать, и петь, и танцевать. Если бы был у нас баянист, гармонист, мы бы все песни, которые спели бы, наверное. Но у нас проблема, нам надо музыку заказывать, писать. Вот, чуть-чуть поэтому, мы меньше поем, мы стали еще больше петь. Не менее артистичными были на сцене и детские коллективы. Например, танцоры из Шушнурского сельского дома культуры сорвали бурные аплодисменты. Задорное настроение, быстрые дробушки, яркие улыбки на лицах детей – вот секрет симпатий зрителей. Наш коллектив образовался в 2005 году. Мы ставим много разных танцев. Мы базируемся в основном на народных танцах. Это марийские, башкирские, татарские, русские, итальянские и многие другие танцы. Мы выезжаем на все районные мероприятия, активно очень выступаем. У нас очень много новых костюмов. Дети радостно выступают на всех мероприятиях. В нашем коллективе 8 пар. Это 8 девочек и 8 мальчиков. А также у нас есть младший состав. Они наши преемники. Они тоже так же подрастут и будут выступать. Фестиваль марийской культуры продлился до самого вечера. Один за другим на сцене свои номера представили коллективы Кореева, Орлана, Куянова, Бурнюша, Маняка, Нижней Татьи и Раздолье. Мероприятие, приуроченное Году экологии в Республике и в России, стало еще одним событием в культурном калейдоскопе Краснокамского района.